Здравствуйте! Это программа «Череповец. Вызов 112». Должники могут лишиться не только еще большей суммы денег, но и свободы. Все подробности далее. За речи. Инспекторы технадзора ГИБДД выявили нарушителя. Водитель автобуса не пропустил пешехода. Мужчину проверили и на другие штрафы. Оказалось, один есть за разговор по телефону, и его водитель не оплатил в установленный законом срок. Почему вы сегодня были остановлены? За пешехода. За пешехода, да. А почему дальше не двигаетесь? За штраф. За штраф. А почему штраф-то не оплатили вовремя? Забыл. Просто забыли? Я даже не знал, что он. Я думал, он оплачен. Думали, что оплачен, да? Вы знаете, что теперь вот сейчас мы в суд поедем с вами вместе. То есть автобус сейчас вам придется здесь оставить? А вообще первый раз у вас такая ситуация? А за что? Штраф у вас? Для того, чтобы по телефону разговаривали во время движения, да? Да. Давно штраф-то не оплачен? Когда получили? Летом, наверное, было. Летом были. Просто забыли, да? Ну, нет, я думал, что я оплатил вообще. Я отдаю штраф. А без пассажиров двигались-то? Сейчас, да. Я вообще с города должен был начать. На линию, да, начать? Ну, теперь придется немножко подождать. Так что сейчас поедем в суд с вами. Автобус сняли с рейса, водителя повезли в суд. Именно представители ФИМИД решают, каким именно будет наказание. Вердикт судьи – оплата штрафа в двойном размере. Как признается водитель, из ситуации сделал вывод. Проблемы будут, да. Проблемы на работе будут. Семь пришлось, полдня потеряли. Я вам вообще рекомендую, как сотрудник госавтоинспекции, просто не нарушать правила дорожного движения. То есть, понимаете, да, вроде вам кажется, несущественное нарушение было разговор по телефону во время управления транспортным средством. Ну, результат вы видите какой. То есть вы нарушили, пресекли ваше нарушение, и вот сейчас мы находимся около здания суда. День потерян. День потерян, время, нервы. Да и денег больше потерян. Да, и денег больше будет у вас потерять. Так что просто не нарушайте, старайтесь быть как-то более дисциплинированным, более культурным, вежливым. То есть и по карману бить не будет, и не будете посещать такие заведения. То есть аккуратнее и внимательнее. По словам сотрудников ГИБДД, должников, тех, кто вовремя не платит штрафы, много. В ГИБДД у нас ведется, можно сказать, ежедневная работа по части первой статьи 20.25. В принципе, мы даже вызываем граждан по повесткам, даже во время несения службы составляются административные материалы за неуплату штрафа. На оплату штрафа дается по кодексу 60 дней. Если гражданин у нас не укладывается в данный срок, он может быть привлечен к административной ответственности по данной статье и, в свою очередь, уже может быть подвергнут наказанию. Это удвоенный размер административного штрафа, либо административный арест, либо это обязательная работа. Наказание по данной статье у нас вносят судьи. А штрафы, надо сказать, не платят разные. Не платят и маленькие штрафы 500 рублей, не платят и большие, в размере 5000, допустим, за нарушение правил обгона, за выезд на полосу встречного движения. Но причины тоже различные. Это может быть и забывчивость наших граждан, недисциплинированность, утеря того же постановления. Ну, а есть, конечно, и те, кто намеренно не платят. И согласно 307-го федерального закона, который вступил у нас в силу 15 ноября 2014 года, в настоящее время наказание по части 1-й статьи 20.25 в отношении водителей, в отношении которых были вынесены постановления по видеофиксации, там наказание изменено, а именно там в качестве наказания только удвоенный размер штрафа или обязательная работа. То есть административный арест больше в отношении их применяться не будет. Работа по поимке должников ведется ежедневно, и, по словам инспектора, все принимаемые меры приносят свои плоды. На сегодняшний день из 54 миллионов взыскано 44 миллиона рублей. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Череповец. Вызов 112». Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова